Александр Северов представляет У нас уже как раз таки настал тот момент, когда мы можем подвести итог Сравнив iPhone 4s Sony Xperia Z Compact Z1, уточняю И устройство с не очень хорошей репутацией Alcatel Pixie Давайте-ка немного сместим, чтобы все три конкурента были в камере В объективе нашем Собственно, по сути, они все в одну форм-факторе Здесь у нас 4 дюйма, здесь у нас 4,3 дюйма Я бы даже сказал, что здесь немножко побольше грамм, чем 4 дюйма Хотя, с другой стороны, здесь не 4,3, здесь где-то 4,1-4,2 в реальности Вот, но написано, что 4,3 Сейчас можно это еще вот так вот сравнить Да, где здесь? Здесь где-то 4,2, где-то 4,1 Но, допустим, по характеристикам написано, что 4,2, 4,2, 3 Ну, суть не в этом Смотрите Начнем, конечно же, конечно же, с айфона Он, скажем так, намного стильней Вот этих вот обоих аппаратов Он намного элегантнее, намного строже Смотрится намного солиднее Вот прям 100% Но, к сожалению, к сожалению Его просто-напросто убили и закопали живьем Это устройство на iOS 6, на последний iOS 6 Работало просто прекрасно Изумительно После обновления на 7, 8, 9 Вот это вот все можно просто взять и назвать одной новой операционной системой Это устройство начало просто адски тупить То есть Как по мне, в Apple просто начали сбрасывать ненужные им устройства То есть Почему я, опять же, так считаю? Потому что Новая iOS 10, iOS 11 Они просто-напросто не поддерживают iPhone 4s Да, можно сказать, что здесь мало оперативной памяти Но А что изменилось в iOS 10, iOS 11, iOS 8 хотя бы? Что изменилось? Да нифига не изменилось Просто взяли и скинули достаточно неплохого устройства То есть, здесь, опять же, такая же ситуация, как и вот с этим телефоном Здесь очень хорошая и удачная компоновка Именно поэтому этот телефон так долго держался Здесь небольшая диагональ Нормальное количество оперативной памяти И Достаточно неплохой процессор То есть, для этого экрана это норма Главное просто это все оптимизировать И тогда оно будет работать очень хорошо Но Apple гонится за деньгами И поэтому, во-первых, их iOS на самом деле уже Не то, что не торт Это просто кусок говна, честно говоря Во-первых, она выглядит просто Как пидорская операционная система Со всей этой хуйней, блин Я вот, честно говоря, я пожалел, когда обновился У меня, конечно По сути Было вынуждение на обновление Но Все же мне пришлось сделать это Вот, то есть iOS работает сейчас просто ужасно Его ни с чем не сравнить Просто куча багов Баг на баге Это ужасно Вот То есть Даже самые новые топовые устройства От iOS От Apple Тормозят на собственной операционной системе Вот, можете посмотреть Тесты iOS Ой, iOS iPhone 8, например Или iPhone 6s Хотя, честно говоря, у меня есть знакомые Которые пользуются Реально Достаточно много проблем Плюс Я могу так сказать Чем новее операционная система Тем быстрее У вас садится Ваш iPhone То есть, на iPhone Сейчас у меня Вот, недавно Абсолютно С новым аккумулятором Недавно Менен Батарейка садилась Реально очень быстро То есть С тем самым Как я использую телефон Батарейка садилась Реально быстро То есть Я был в реальности Все время в удивлении Почему Всего лишь Я обновился Ничего не изменилось А iPhone Работает намного хуже И быстрее садится Поэтому Лично я Полностью Разочарован в Apple Я разочаровываться Начал Давным-давно Кстати Кто не в курсе С Кфемоморфизм То есть iOS 6 И ее стилистика Реально круче Посмотрите На канале Ай как просто Его мнение Когда он взял В руки iPhone 4s И попробовал На нем iOS 6 Он понял В реальности Он сравнил Что такое iOS 6 С ее стилем И что такое Текущая Операционная система Это полное говно Для каких-то Баб тупых Которые фотоют Еду в инстаграме И прочую хуйню Так что Лично я Не рекомендовал бы Никакой iDevice К покупке Про iPad Я вообще мучу То есть Там вообще Полная вакханалия Отвориться То есть сейчас На iPhone'ах Там линейку Уже просто До пизды Раздуто Непонятно Зачем Так блять И в iPad'ах Та же самая хуйня Отвориться Так что Я свой выбор Сделал Именно К Android'ам К Ведроидам Точнее Как я их Больше всего называю Соответственно Я стал себе искать Что-то С таким же экраном И честно говоря В реальности На Ведроиде Такое устройство найти очень сложно Вот это Типичный Представитель Устройство На Ведроиде С вот такой вот Примерно Как на iPhone'е Диагональю экрана Типичный Представитель То есть вы их можете найти В большом количестве Но Это устройство Работает реально Хреново То есть Он Медленный Он Тупит Здесь проблемы С памятью Внутренней И SD-карточкой То есть Постоянно нужно Что-то куда-то перемещать Нужно менять Местами Там Память Телефон На память SD-карты То есть Постоянно Нужно Чистить оперативку Потому что здесь Ее всего 512 И в реальности Большинство телефонов С такой диагональю Именно вот В таком вот Исполнении Ну Могу так сказать Что вот крути не крути По качеству исполнения В принципе Неплохой телефон Также Если вы начнете искать Что-то с примерно Такой же диагонали Как в iPhone'е Вы найдете В принципе Устройство С такой Вам нужной Диагональю И с характеристиками Примерно как здесь Вот тут Но прикол в том Что почему допустим Я его себе не взял Такое устройство Потому что они Скажем так Они защищенные То есть это вот такой Толщины устройства Минимум То есть довольно толстое Довольно широкое Даже несмотря на то Что у него вроде как Должен быть маленький Габарит И с тем Существом Что небольшой экран Все равно Устройство получается Очень большое Вот Поэтому я его себе Не взял И вот это устройство Это такое сочетание Здесь Довольно таки Неплохие характеристики Хорошая компоновка Хороший экран Сам по себе Хорошая камера Она лучше чем в 4S Ну таки сто процентов Я это могу гарантировать Вот И в принципе устройство Довольно таки приятное Но в общем Если бы Оно Устройство вот это вот Xperia Z1 комп Был бы еще и в черном стиле Он был бы По стилю реально Практически на уровне 4S Ну просто 4S Реально тяжело переплюнуть Потому что реально классный аппарат Здесь они Попадались повторить То есть Сделали также Алюминиевую рамку Корпус похожий Да То есть Здесь тоже стекло Ну Под стекло сделали Как Вот тут Кстати кто не в курсе Здесь реальное стекло Вот Но Все равно Крути не крути Дизайн Дизайн Идем По Приложениям По еще чем то Вы тогда можете мне сказать Ну так ты возьми Просто поставь iOS 6 А не парься Так эти скоты Из Apple Так они еще что делают Они берут И убирают Поддержку iOS 6 Для приложения То есть сюда уже Если поставить iOS 6 Вы Небольшое количество Программ скачаете Либо вам придется Ставить Jailbreak Скачивать старые версии Взломанных приложений И только таким способом Ставить Подменить данные Системных файлов Переписав там Номер прошивки Сейчас не прокатывает Потому что сейчас Приложение делает Проверку операционной системы Вот Каким образом Вы это можете углубиться Почитать Но Честно говоря Я в реальность пробовал Это не варик То есть Просто напросто Обрезают поддержку Приложения Вот Даже если вы Обновитесь на iOS 9.3.5 Многие приложения Для вас будут Просто напросто Недоступны Потому что Они здесь На iOS 9.3.5 Не запустятся То есть Они реально будут Просто лагать Ужаснейшим образом Вот То есть Это опять же Минус того Что Apple Урезает поддержку Просто Напросто Хотят заработать Денег Так что Как по мне Вот этот аппарат Намного Лучше 4С Там Лучше Ну Вот этого Я думаю Вы сами понимаете Что намного Лучше У этого И я его Полностью Рекомендую К покупке То есть Я им попользоваться И понял Что это реально Классное устройство Прямо Классное Нет С нормальными Характеристиками То есть Это Надо тоже Учитывать Ну что ж Такие вот дела До скорой встречи Пока 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 Субтитры Продолжение следует